а вот потому что чтобы все не писали мне а чё это вы на столом точь точите там это там опилок столько на столе у вас будет конечно весь ствол засыпан металлом когда на мусате точишь конечно же столько всего вылетает сколько у нас от машин летает блины все дышат полная грудь и газами так этого никто не замечает даже наточены продукты подготовлены сегодня будет очень вкусный рецепт которым вы сможете накормить всю вашу семью и каждый будет рад каждый будет с удовольствием ложечкой доставать оттуда сердечки и желудочки и в общем потрошки сегодня у нас по плану смотрите у меня сковорода уже стоит я правда ее еще не поджег я туда налил небольшое количество растительного масла и конечно добавлю сюда чуточку сливочного небольшой кусок масло нагревается нужно подготовить лук луковицы у меня немного половинка ну а в чашках у меня здесь конечно полным 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 полно всего здесь и сердечки индюшачьи сердечки я готовил пришло время куриных у меня здесь печень я выбрал все лишнее нарезал небольшими кусочками и у меня здесь есть еще в кастрюльке желудки я их сварил заранее вернее как я их сварю желудки доль долго варятся я их решил думаю чё же мне делать вечером уже поздно думаю ночи же я не буду ждать пока они у меня все сварятся я довел до кипения боль бросил немножко соли 1 лавровый листок и как только у меня желудочки закипели я их отправил закрыл крышкой отправил духовку на 150 градусов на час поставил таймер на духовку то есть таймер у меня через час закончил свою работу и часик там они простояли а потом долго остывали утром я их достал и оказалось что желудочки то сварились и уже остыли и они вообще идеального качества нежнейшие мягчайшие даже бульончик там есть наваристый лучок обжаривается так как он мелкий чтобы у нас тут никаких эксцессов не происходил отправляю сюда сердечки потому что сердечки жарятся быстро жарятся быстро быстро они и но то есть их нельзя долго жарить как только сердечки начали обжариваться не пора бы нам добавить муки прям сюда вот она мучиться то есть где-то полную столовую ложку без горки я добавил к луку и сердечком пока те не выпустили влагу все мука начинает собирать масло видите и пока у меня сердечки еще такие полусырые я сюда добавляю желудочки желудочки я не резал вот знаете я сам люблю лично прям кусочками такими мощными добавлять себе в еду все нужно выловить все это я жарю на сильном огне и обязательно нужно добавить черный перец прям рецепт недолгий все делаем быстро перец сразу же лавровый листик мука не дает уходить жидкости то есть весь вкус и весь сок остается в сковороде про соль не забываем часть соли здесь часть соли потом печень вот она печеночка мы сюда уходит у нас а по больше масла не добавляйте если вдруг решите что вот хочется добавить масло остановите себя за руку схватите и скажите нет масло нельзя а то знаете потрошки такая обманчивая штука да особенно тут с мукой они все намекают как бы масло 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 как только все потрошки вот уже поджарились только печеночка еще остается такая сыроватая время добавлять видите уже прилипает к одну здесь мука с соками время добавлять бульон от варки желудочек желудочка и теперь все со дна все соки все что там прилипает друг все собираем деглазируем европейцы бы наверняка добавили туда массу всяких травок муравок с этим обождем мы же делаем russian style russian style это сметана потрошки со сметаной должны быть величайшее изобретение русского народа сметана в русской кухне очень много блюд которые тушатся в сметане популярные очень в русской кухне до революционной да и после революционной тоже сметана на слабый огонь долго варить нельзя печенка задубеет вернее как тут есть два варианта либо это нужно сразу же вот уже теперь снимать с огня либо если вы добавили муки чуть-чуть больше и соус у вас получился более густой то тогда вы можете перелить это все в какую-то крыночку или какой-то как это называется горшочек глиняный и в печу брать тогда печенка станет мягкая на протомиться там минут 20-30 и станет мягкой либо же вот как я все убираю с огня только сметана кипнула с мукой завязалась мы же муку чаще всего для чего добавляем для того чтобы молочные продукты у нас не отсекались нам сметана сливки бывают знаете кислоты из мяса выделяется соки раз чуть нальешь счет не так перегреве она об и свернулась мука не дает сворачиваться сметане в частности поэтому всегда нужно чуть-чуть муки добавлять щепотку блюдо очень быстро и поэтому так сразу все у вас должно быть заготовлено ну что перемешали потрошки в сметане у меня почти готовы перфекта пахнет вот по-нашему по-домашнему по-русски очень вкусное ароматное блюдо и мы очень редко готовим их я вас все время он кормлю какой-то экзотикой а сегодня вот решил думаю не надо что-то такое самое настоящее при настоящем русским духом должно быть пахнет хотя русский дух это запах квашеной репы и квашеной капусты но и сметана с куриными сердечками желудочками тоже у нас считается русским духом когда чеснок чеснок в следующий раз мне кажется вкуснее вообще ничего не бывает укроп главное перемешать чтобы он стал частью так сказать единым целым вот этим просто великолепным блюдом для потрошков надо какую такую есть у меня тут плоскую ближе к плоской низким бортом такой пошире для детей макарошки отваривайте вот эту штуку добавляйте за уши не оттянешь только не говорите что они едят скажите курочка все это выкладываем в керамическую мисочку кто не любит печень значит печени либо нужно поменьше добавлять либо помельче рубить и бросать ее в самом самом конце чтобы она знаете такая была чуть-чуть подварена ну то есть чем мельче тем ее нужно быстрее там меньше держать вернее быстрее вытаскивать кто любит только сердечки может это приготовить только сердечками или наоборот желудочками бульон от желудочков я в сам куриный бульон добавлять не рекомендую у меня есть рецепт с рассольник с потрошками с куриным так вот там я уже говорил что от желудка в бульон такой слишком аромат слишком аромат но в этом блюде он вообще хорош потому что здесь сметана здесь много потрохов и здесь даже не поймешь уже где там чего и как здесь подходит этот бульон если печень убрать то можно добавить туда шампиньонов немножко белых грибов сметану можно заменить сливками с мукой можно поиграться ржаная гречневая мука ячневая но в общем разные всякие пшеничная первая сорта такая сякая блин можно значит сюда добавлять отварное мясо когда она у вас в холодильнике застыла и вы не хотите его как-то там отдельно готовить можете прямо к потрошкам кусочками нарубить она прогревается мягким становится но вместо укропа не добавляйте ничего другого потому что укроп это самая русская зелень кусочек печени она нежная сердечко она очень мягкая потому что недолго варила вам такой немножко резине и резиновенькой как кальмар но только не как шина у автомобиля мишлен не автомобили мишлен смысле шина автомобиля мишлен они вообще нежные мягкие и желудочки то великолепно сварил до этого все вместе со сметаной желудочки жарить можно смысле вот эти спрашивали жесткий не пипец только в кипяток бросаешь их нажимают суток ну и конечно сметанку берите пожирнее у меня было 30 процентов и это прям ух по-настоящему вкусно масло много не кладите потому что иначе она тогда начнет наверх всплывать а так мука небольшое количество муки умудряет это масло умудряется это масло все эмульгировать вместе со со сметаной молочным продуктами ну и конечно же ничего что может быть вкуснее сливочный соус и вкусные сердечки кстати моя мама называет пупки желудки так с этим ноги у я тоже у нас из родственников пупочки ну типа желудок где-то здесь находится и как бы пупочек вот на какая-то такая ассоциация и печень кто не любит еще раз говорю не добавляем все остальные пишут комментарии как вы делаете это блюдо с какими гарнирами подаете может быть есть какие-то нюансы кто-то там мускатного орешка чуть-чуть кто-то кориандра еще у меня simple вариант простой домашний вкусный все пока дорогие друзья